Коллеги, добрый день! Начинаем передачу «Рынок середина дня». Сегодня мы беседуем с Саймоном Брагински, трейдером на американском рынке, который уже несколько передач нам рассказал очень интересно о ходе развития американского рынка, о наиболее перспективных инструментах, о своей дороге на финансовых рынках. Но сегодня мы решили сделать передачу, посвященную ответам Саймона на вопросы зрителей Трэйд ТВ. Пожалуйста, ваши вопросы, касающиеся американского рынка, его развития, конкретных инструментов, фундаментальный анализ. Но я знаю, что нефть, золото, традиционные такие интересы у наших зрителей, поэтому, пожалуйста, ваши вопросы, и Саймон постарается на них ответить. Ну вот я вижу первые вопросы. Да, Саймон, добрый день! Добрый день, добрый день всем! И я хочу сделать такое превью краткое, что вот была такая ситуация, что вот обычно трейдер себе дает 6 месяцев для того, чтобы состояться в этом бизнесе. И когда трейдеру говорят, например, когда трейдеру говорят, что задавайте вопросы, спрашивайте, задавайте интересующие вас вопросы, то трейдер начинает задавать вопросы только на 5 месяц, когда от его депозита уже остается там совсем немного. Поэтому я предлагаю вам задавать вопросы в начале вашего пути, чтобы получить на них объективные ответы и понять, нужно вам это или не нужно. Да, конечно. Что называется, надо договориться на берегу, согласен. Ну что, коллеги, тогда, начиная первый вопрос, желанный гость задает вопрос. Вы видите коррекцию в Америке? Коррекцию по Америке. Вопрос, наверное, состоит в том, что вижу ли я коррекцию американского фондового рынка. Да, наверное, такой вопрос. Да, без сомнения. Именно коррекции мы, вот трейдеры, мои коллеги по американскому рынку, люди, с которыми я общаюсь, мы все этой коррекции ждем. И будет ли коррекция или нет, это уже не сколько вопрос поднятия процентной ставки, а вопрос квартальных отчетов, которые начинаются сейчас. Я писал в соцсетях, что ожидается снижение прибыли компаний вследствие падения цены на нефть, вследствие усиления доллара. Прибыли компаний, особенно тех мультинациональных компаний, которые продают свою продукцию за рубеж, будут падать. И мы это в первую очередь увидим на квартальных отчетах. И поэтому, исходя из этого, глядя, например, на компании-лидеры, можно будет сказать в той или иной степени вероятности, что будет ли какая-то коррекция на американском рынке или нет. Мое личное мнение, что она уже должна где-то быть, но о времени ее я ничего не могу сказать. Будет ли это в этом году или на следующем году. Скорее всего, это будет уже при следующем президенте, когда у нас будут в Америке перевыборы. Ясненько. Понятно. Саймон, а почему при следующем президенте, я не пойму? Он как бы... А потому что, понимаете, хотят при этом президенте закончить как бы все, чтобы хорошо, чтобы о нем не вспоминали плохо, поскольку этот президент принял страну, когда в ней был кризис. То есть, Барак Обама вывел ее из этого кризиса, и чтобы о нем потом плохо не упоминалось, то есть, этого кризиса не хотят допустить во время его президентства. Чтобы он остался в истории как человек, вывевший страну из кризиса. Белый и пушистый. Да. Черный и пушистый на самом деле. Да, я заметил. Я заметил. Хорошо. Спасибо большое, Саймон, за первый вопрос. За ответ на первый вопрос. Ну, вот, коронный вопрос российской аудитории трейдерской. Будет ли крах доллара? О долларе, что я хочу сказать? Что я хочу сказать о долларе? Что доллар у нас на самом деле находится в шарте. Что это значит? Это значит, что до сих пор многие европейские компании, многие европейские банки, они взяли большие очень кредиты в долларах, и до сих пор доллар, порядка 9 триллионов долларов, они зашортаны. Поэтому, чтобы покрыть эти доллары, это нужно, ну, массовый, как говорится, исход из рынка. То есть, когда они будут покрыты, тогда доллар и пойдет вниз. Но пока ничто не предвещает этого покрытия доллара, поскольку, ну, как бы, мы видим это на рынке, что был небольшой откат доллара наверх. Я о Форекс особенно не слежу, но в силу как-то своего чтения какого-то материала, чтения каких-то новостей, я видел, что доллар немножко пошел, евро пошло против доллара, немножко откорректировалось. Но в основном, я думаю, тенденция, как многие говорят и слышал, на вашем портале, что ожидается паритет доллара и евро к концу года. Я не вижу никаких фундаментальных вещей для того, чтобы доллар начал приседать против других валют. Понятно. Спасибо. Вопрос такой, расскажите о семье, какие налоги, риски, в отличие от Нью-Йоркских бирж? А еще раз, вопрос в чем состоит, расскажите о чем? В семье, Чикагская товарная биржа, какие там налоги и риски, в отличие от Нью-Йоркских бирж? Ну, то есть, Чикаго, Mercantile Exchange, все мы, биржа, мы с ней говорим в применении к торговле опционами, поскольку фьючерсами я не торгую. Я торгую только опционами, поэтому могу вам сказать разницу по опционам. Допустим, раньше у нас опционы не могли быть частью пенсионных фондов, но уже с этого года пенсионные фонды могут иметь в своем портфеле опционы. Я вам скажу, что я опционной торговлей достаточно много пользовался, я их продавал, опционы на существующей позиции продавал так называемые cover calls. И почему я это делал? Потому что опционы, прибыль от опционов налогами не облагаются. Так было, по крайней мере, в последнее время, я не знаю, может какие-то изменения в налогообложении произошли. Но, допустим, если мы с вами берем обычный рынок, а рынок акций, то, допустим, там есть обложение краткосрочной прибыли и долгосрочной прибыли. Если прибыль получается с акции, и вы ее держите не более чем три месяца, то она облагается большим налогом, чем, скажем, если вы ее держите девять месяцев или больше. Поэтому есть какой-то даже интерес в том, чтобы держать акцию долга, поэтому я достаточно активно пытаюсь переориентировать своих друзей, кто занимается дневной торговлей, переориентировать их на долгосрочную торговлю, поскольку экономия от налогов получается достаточно значительная. Но, допустим, также, если вы, например, живете в другой стране, вот, например, я большую часть года провожу на Украине или там в других странах, я провожу, поэтому я, например, плачу первые 80 тысяч моей прибыли, они освобождены от налога. Поэтому, почему я нахожусь на Украине большую часть года, поскольку мне это с точки зрения налогов, это выгодно, и я не плачу налоги с первых 80 тысяч. Ага, вот в чем суть вопроса, Саймон. Вот он. Так, так, нужно знать, понимаете, чтобы знать врага, нужно, чтобы бороться с врагом, нужно его знать изнутри, поэтому я немного и бухгалтер, я немного и трейдер, я немного и финансовый аналист, то есть нужно знать все аспекты трейдинга, которые позволят вам сэкономить на комиссионных, на налогах и на всем остальном. Понятно, то есть вы немножко уклонист, законный уклонист. Законный уклонист, да, скажем. Ясненько, спасибо. Вопрос, человек задает вопрос, вкладываетесь ли вы в бумаги с высокими дивидендными выплатами, позволяет ли ваш брокер получать дивиденды на найс? Конечно, американские компании, они вполне законно все делают, такого нет, чтобы, допустим, компания платит дивиденды, согласно ее информации об этой компании, потом вы этих дивидендов не получаете. У меня есть ряд стратегий, которые я предлагаю своим долгосрочным инвесторам, которые подразумевают получение дивидендов, причем я рассматриваю, допустим, есть компании, всякие limited liability partnership, компании, которые, например, осваивают нефтяные месторождения, они, как правило, платят очень высокие дивиденды в районе 10-11%. Также вот я рассматриваю акции, ну, голубые фишки по типа AT&T компания, которая платит 5% дивидендов. У меня есть стратегия, которая заключается в том, что я покупаю акцию на долгосрок в надежде получить от нее за год этот размер дивидендов в полном объеме, плюс я на эту акцию продаю опционы, я продаю на эту акцию calls и, соответственно, получаю какой-то дополнительный доход еще от этого. Эта стратегия достаточно стабильная, я ее называю консервативной, она мне позволяет получать порядка 10-12% с минимальным риском годовых, я имею в виду. Понятно, понятно. Алекс спрашивает вас, по американскому законодательству опционные и фьючерсные позиции разделены, а как у вас считается ГО, гарантийное обеспечение по синтетическим позициям? Она у вас слишком завышенная? Ну, как бы, опять же, опционы, опционы это кэшевый трейдинг, так называемый. Допустим, вы не можете торговать опционы по марже, допустим, если вы открываете счет для торговли акций, то вам дается плечо, допустим, на среднесрочной торговле 4 к 1. Если же вы торгуете опционами, компания не хочет на себя брать ваши риски, поэтому эти риски несете вы на себе сами, и торговля происходит без всякого плеча. Даже если вы торгуете синтетическими такими вещами, как спредами, как страдлами, как различными, как игл называются, ну, различные опционные стратегии, которые подразумевают получение, допустим, кредита или дебита. То есть, вы платите либо дебит, либо получаете кредит, и, ну, занимаетесь это либо в краткосрочном, на недельном интервале, либо на месячном, на долгосрочном интервале, то все эти позиции, все эти трейды должны быть обеспечены кэшем на 100%. Никто вам по этим позициям плеча не даст. Такова политика американской опционной торговли. Понятненько. Спасибо, Саймон. Игорь ВК спрашивает, были ли случаи в Америке обложения налогом при продаже валют? Да, да. Допустим, вы наличные валюты продаете, покупаете в обменнике, да? Налогом облагались когда-либо такие операции? Не, ну, допустим, в каждом банке в американском, я в свое время, моя первая работа в Америке была в банке. Я работал обычным кассиром, и у нас был отдел, который занимался валютными обменами. Я помню, вот когда моя мать приехала из Италии, она через Италию ехала и привезла большое количество лир, тогда евро не было в Италии, а были миллилиры. Она привезла эти лиры, я их благополучно обменял на доллары по нормальному курсу, никто меня никакого налога за это платить не просил. То есть, обменные операции, допустим, если это не подразумевает торговлю на Форексе, а просто обменная операция по покупке или продаже той или иной валюты, налогом она не облагается. Ну, в общем, в обозримом будущем, насколько вы помните, такого не было, да? Нет. Ясненько, спасибо. А если, Алекс спрашивает, а если работать с опционами только от покупки? От покупки опционов, то есть, допустим, покупка, все равно, понимаете, любая операция с опционами, она подразумевает кэш, даже не маржинальная торговля, маржинальная торговля недопустима. Хотя, допустим, при торговле опционов многие компании заставляют вас открыть не кэшевый аккаунт, а маржинальный аккаунт, но, тем не менее, опционы покупаются только за кэш. Понятно. Продаются уже никто не говорит, потому что продавая, вы подвергаетесь высокому риску, потому что акция, инструмент, по которому вы продаете опцион, может пойти против вас, поэтому вы подвергаетесь большому риску покупка. Казалось бы, вы рискуете только своими деньгами, но все равно даже в этом случае вы только покупаете за кэш, за наличную. Понятно. Человек спрашивает, какова закрытая процентная доходность за последний год и какая максимальная просадка была по всем счетам? Это про мои счета, он спрашивает? Ну, наверное, да. Закрытая процентная доходность. Да, про ваши. Ну, как бы я уже говорил, что у меня есть, допустим, мы с товарищем управляем тремя портфелями, один есть пассивный, такой достаточно консервативный портфель, другой нормальный, третий агрессивный. Если мы возьмем, как я уже говорил, допустим, 8-10% по стандартному портфелю, то есть по пассивному, по стандартному где-то порядка 15% и более 20% по агрессивному. Риски, как правило, берутся в соотношении 3 к 1, если я отдаю 20% потенциальную доходность, то, соответственно, 6-7% риска я себе в этом даю. А пока этот год, в принципе, нормальный, поскольку этот год хороший для лонгов, поскольку я себя тоже страхую продажей опционов, я себе даю дополнительный доход, поскольку опционная торговля позволяет повысить мне доходность, когда я продаю на существующую позицию опцион, позволяет мне повысить доходность на 3-4% ежемесячно. Поэтому, в принципе, да, это получается, иногда как бы акция идет немножко против меня, но, тем не менее, вот эти проценты, которые я озвучил, по некоторым из них в агрессивном портфеле я показываю вот сейчас, пока на какой у нас четвертый месяц идет, я показываю доходность больше, чем 20%. Это порядка 22-23%, 22,5%. По остальным, то есть, что примерно я обещал, того я и придерживаюсь, поскольку там акции практически не движутся, опционы достаточно дешевые, поэтому я не могу никак повысить свою доходность каким-то синтетическим путем. Понятно, спасибо. Саймон, в ближайший месяц вы не ждете коррекции по S&P? Опять же, понимаете, если мы смотрим на график S&P, я его как даже не показываю вам, я думаю, многие его видят перед глазами. Мы сейчас где-то торгуемся, пытаемся пробить его в высшую точку, 2011-79, это у нас был, а не закрытие, а интро-дэй-хай был по S&P, и, допустим, пробьет ли S&P этот уровень или не пробьет, если не пробьет, то, скорее всего, откатится. Многие мои друзья, профессионалы, которые на этом рынке находятся примерно столько же, сколько я, считают, что коррекция произойдет только в том случае, если у нас S&P пробьет 2000. Пробой 2000 будет означать у нас движение вниз, которое уже, бог знает, там на сколько процентов будет, то есть может быть и на 50 центов просадка, может быть там меньше, скорее всего, будет меньше, но пока S&P у нас не пробило 2000, о коррекции мы говорить не можем, потому что у нас по S&P будет higher highs и higher lows. То есть, допустим, если раньше мы пробивали 2000 несколько раз и потом возвращались, то последние несколько попыток коррекции 2000 мы не пробили, поэтому 2000 это у нас серьезная поддержка, и я думаю, то есть, если только очень вот плохие квартальные отчеты, которые вот уже сегодня начинаются, тогда мы можем ожидать какой-то вот просадки по S&P. Понятно, спасибо. Алик задает вопрос, например, один контракт от ES Mini, какое гарантийное обеспечение от покупки и от продажи? Допустим, если мы берем какую-то акцию, неважно, да, вот мы берем какую-то акцию, скажем, как я уже говорил, вот мы акцию можем покупать с плечом, да, допустим, мы берем акцию XYZ, я не буду говорить там какую-то конкретную акцию, возьму чисто виртуальную акцию XYZ. Допустим, если у вас плечет 4 к 1, и эта акция маржинальная, бывают, допустим, акции дешевые, которые ниже 5 долларов, то есть для них маржа не работает, по ним только за кэш можно покупать. Допустим, если акция какая-то из голубых фишек или из S&P 500, то вы можете эту акцию купить с плечом 4 к 1, то есть на 5 тысяч долларов вы можете купить акции на 20 тысяч долларов. И, соответственно, если вы купили, например, 300 акций, то вы можете на эти 300 акций продать 3 кола. То есть вы можете продать 3 кола и получить за это деньги наличные. Допустим, акция, если стоит 35 долларов, вы можете кому-то продать право покупки этой акции у вас за 40 долларов и продать на имеющиеся 300 акций, купленных по марже, 3 кола можете на эту акцию продать. Если же вы хотите, например, то есть это я вам говорю о covered pools, когда у вас есть существующая позиция, которая вас страхует. А второе, какой второй вариант, допустим, если у вас, вы можете также застраховаться, купив путы. Допустим, вы не хотите, чтобы акция шла против вас, допустим, акция стоит 35 долларов, и вы не хотите, чтобы она ниже 35, то есть вы хотите купить себе страховку, что ниже 35 она не пойдет. Тогда вы покупаете путы по 35 долларов, то есть покупаете право продажи акции по 35 долларов. В этом случае вы должны будете заплатить кэшем, например, вы покупаете 3 пута, вы должны заплатить кэшем, поскольку путы – это ваше право продажи этой акции, и как бы оно, ну, хотя вы покупаете готовую позицию, то есть больше, чем вы платите, вы потерять не можете, но все равно обеспечение идет наличными, обеспечение должно быть кэшем. Ясненько. Спасибо, Саймон. Игорь Кардишо задает вопрос. Есть ли на самом деле ажиотажный спрос на российские активы со стороны зарубежных инвесторов? Наше телевидение об этом говорит каждый день. Есть ли у вас знакомые, кто так поступает, имеется в виду, покупает российские активы? Я вам скажу, знаете, по поводу украинских активов, что была конференция, инвестиционная конференция, которая проходила в Нью-Йорке, где пытались собрать людей, которые заинтересованы, чтобы вложить деньги в рисковые украинские активы, чтобы получить какие-то экстраординарные прибыли. Так на эту конференцию ни одного инвестора не пришло. То есть у меня достоверная информация. Человек, который проводил эту конференцию, ни одного инвестора не пришло. Со стороны России там выступал один американский инвестор, достаточно такая, видимо, весомая фигура. Его именно никогда не слышал. Но он сказал, в принципе, что он видит, что российская экономика, она более привлекательна на данном этапе, чем американская экономика. Допустим, что рубль, он более обеспечен, чем доллар. Но тем не менее, все равно в политике, в момент какой-то политической изоляции, в момент политического какой-то натянутости отношений между Россией, Америкой и Европой, я думаю, пока это будет со стороны этих инвесторов какой-то не очень такой шаг, который получит одобрение общества. Поэтому я думаю, я вот одного только такого инвестора слышал, который вот так высказался. Другие к этому относятся крайне осторожно. Я понял вас. Ясненько, спасибо. Алекс пишет, если я вас правильно понял, вы входит в лонг по акциям только от продажи бутов? Нет, есть множество стратегий. Понимаете, вот я вот слышал, что Игорь вот недавно вот он в соцсетях написал, что он начал читать опционную книгу. Опционно, на самом деле, это очень сложная стратегия. Я вам просто, допустим, если у кого-то потом возникнет интерес, можете мне в частном порядке написать, а вам более подробно отвечу на эти вопросы. Но единственное вам скажу, что вот у меня есть один человек, который торговал 500-миллионный фонд, он в Эмиратах торговал. И вот стратегии, используемые фондами, что вот они делают, они покупают колы, например, они покупают 100 акций какой-то компании. То есть они шортуют 100 акций какой-то компании, и на эти 100 акций, и в добавлении к этому они покупают 2 кола. То есть, с одной стороны, они себя страхуют от падения, то есть это получается как бы такая захиджированная позиция. Если акция, например, инструмент идет вниз, они зарабатывают на шорте, если она идет вверх, то они зарабатывают вдвойне, поскольку у них 2 кола. То есть, ну, 2 кола у них, право на покупку там 200 этих акций, продают они в шорт 100 акций, а покупают в лонг 2 кола на покупку 200 акций. Поскольку колы, допустим, если акция, например, упала в один день на 5-6 долларов, то колы, у них какая-то остаточная стоимость все равно осталась. Вы зарабатываете на падении акций и теряете какую-то ограниченную сумму, которая ограничена вашей инвестицией на 2-х этих кола. Поэтому, как бы, это достаточно сложная стратегия, я в ней считаю, что за 4-5 месяцев я в ней достаточно разобрался. У кого-то будут какие-то вопросы, пишите, постараюсь ответить, но на самом деле достаточно комплексная вещь, ей занимаются математики, достаточно сложные выкладки, поэтому, как бы, если туда зайдет аматор, какой-то человек без должной подготовки, унесет его очень быстро. Я могу вам это с гарантией сказать. Понятно. Вы знаете, спасибо, Саймон. Я тоже понял, что акционы – сложная вещь, поэтому ту книгу, которую мне подарил автор «Финансовые акционы», я передал трейдеру акционному Антонио, он у нас сейчас в сети. Антонио ее внимательно изучает, рассказывает намного о ней, идеи какие-то звучат оттуда. А я только сижу, киваю головой, но я сижу умно, так красиво, и киваю головой, это отлично все получается. Потому что сама книга, конечно, такая, скажем так, ее надо серьезно глубоко изучать, это без всякого сомнения. Акционы – это серьезный инструмент, это ненаправленная торговля на Форексе. Купи доллар и держи. Это другая песня. Да, да, да. Согласен с вами. Вот, Игорь ВК спрашивает, владеете ли вы информацией по поводу сокращения боровых остановок сланцевиков? Насколько это достоверно? Не думаете ли вы, что если цена по бренду идет за 70 долларов за баррель, то сланцевики опять вас спрянут? А если это, то по нефти я, как бы, опасаюсь высказывать какие-то осуждения, поскольку я, ну, как бы, что читаю, то и говорю личного мнения у меня по нефти никакого нет. Единственное, что я понимаю, что цена на нефть еще не достигла своего минимума. И, допустим, вот если вы торгуете нефтяными компаниями, то есть нефтяными акциями, то акции, фактически, своего минимума достигли еще в декабре месяца. Они уже ниже не идут. Фактически, вот, ну, вот много очень акций нефтяных, которые почти что 100% поднялись наверх от своего лоу, которое было в декабре месяца. Что касается сланцевиков, то, понятное дело, как бы, их, ну, их тяжело же это сказать, стоимость добычи нефти удешевляется. Допустим, глубоководная добыча нефти, компании, которые занимаются глубоководной добычей, они, скорее всего, уйдут с рынка, потому что это будет неактуально. Останутся те, чья стоимость добычи соответствует рыночной цене нефти на рынке, которые могут, фактически, соперничать. Не то, что соперничать, у которых остается что-то маржинально в прибыли, по сравнению, допустим, ну, понятное дело, стоимость добычи дороже, чем у Саудовской Аравии, чем у Ирана, чем у Ирака. Но, тем не менее, те компании, у которых, ну, скажем, правильная модель, которые делают то, что их стоимость добычи невысокая, географически, это тоже в Америке зависит, где они добывают нефть, эти компании выживут. Но 70 долларов я такого лично, мое мнение, я цены на нефть такой не вижу в ближайшее время. Ясненько. Спасибо, Саймон. Ну, следующий вопрос я пропускаю, как некорректный человек, нельзя такие вопросы задавать. Алекс, вопрос. И у вас только покрытие, покрытые акционы без плечей? Вопрос. Без плечей имеется в виду, но, допустим, я же вам уже вот сказал в ответе на свой вопрос, когда у вас есть, допустим, маржинальное плечо, то вы можете покупать 300 акций, 400 акций, если вы покупаете на сумму в 4 раза больше. Соответственно, на это количество вы можете продавать колы, то есть, поскольку эти колы будут обеспечены уже наличием акций. Ну, как бы я просто повторился, по-моему, я уже на этот вопрос ответил. Ясненько, хорошо. Саймон, ну, мы уже подходим к завершению нашей передачи сегодняшней. У меня вопрос. Вы, по дологовым соображениям, вы 183 дня в году живете в Украине. Да. Это я понимаю. Где живет ваша семья, ваша супруга в это время? А супруга, она как бы, она, ну, она сама с Украины, поэтому я ее возил показать, в Америку ее возил показать, ей там понравилось, но не настолько, чтобы переехать туда жить, поэтому супруга это все время живет здесь, и как бы, ну, она несколько раз была в Америке, но сильно ей там не понравилось, чтобы переехать туда насовсем. Поэтому, как бы, она довольствуется тем, что живет здесь. Я понял. Ясненько. Вы являетесь гражданином Украины, кстати? Нет, нет, я гражданином Украины не хочу быть, потому что я россиянин, я гражданин Санкт-Петербург, ну, как бы, я был рожден в Санкт-Петербурге, в принципе, я гражданином России. Не, не, а по паспорту, я извиняюсь, а по паспорту вы сейчас... Нет, по паспорту я гражданин США, по паспорту я гражданин США, и поэтому, как бы, в России у меня корни, как бы, симпатии, но я гражданин США. Понятно, понятно. Нет, а я, собственно, был вопросом про Украину, не приняли ли гражданство там, ну, понятно. Нет, нет, нет. У меня есть вид на жительство, которое позволяет мне без всяких проблем находиться здесь столько, сколько я считаю нужно. Понятно, понятно. Многие люди так живут, так что ничего в этом удивительного нет. Саймон, думаете ли вы когда-нибудь вложиться в российский рынок, спрашивает Игорь Кардишов? Знаете, я, допустим, вот наблюдаю за emerging markets, то есть такие рынки, как китайский, индийский, не знаю, как бы сравнивать российский. Ну, знаете, когда я смотрю на российский рынок, то я понимаю, что это в своей массе, это сырьевой рынок. В России, фактически, я в свое время очень активно трейдил, когда вот только вышли акции таких компаний, как Вимпел, как Мобилтел, как вот была еще компания, я забыл, которая интернет предоставляла, вот тоже компания была одна интересная. Я их достаточно активно торговал, причем они стоили дорого, как бы они хорошо торговались. Но сейчас, как бы я рассматриваю российский рынок как больше сырьевой. Нет высокотехнологических компаний, нет, допустим, страховых компаний, там медицинских, нету каких-то компаний, там интернет, там компаний магазинов. Ну, понимаете, нету такого развития бизнеса, чтобы рынок покрывал все сферы общества. Допустим, чтобы я мог диверсифицировать свои инвестиции посредством покупки акций из разных секторов экономики. Поэтому, когда в России это будет, когда я увижу какую-то в этом перспективу, то, конечно, я туда инвестирую, поскольку я всегда привык инвестировать в так называемый арбитраж. То есть для меня нужна, то есть я использую анализ для того, чтобы оценить потенциал компании. То есть если она сейчас стоит дешевле, чем ее реальная стоимость, то, конечно, я туда инвестирую. Вот мне недавно, ну, вот есть множество компаний, что я использую в своем анализе, когда я применяю фундаментальный анализ. Мне важно понять, сколько акций стоят. Как помните фильм «Красотка», когда вот он продавал судостроительную компанию по частям, и он понимал, что если он продаст ее по кускам, или даже в фильме «Волг-стрик», когда авиакомпанию пытались продать по кускам, что она, как бы, куски ее в совокупности стоили бы дороже, чем сейчас маркетинговая стоимость самой компании. Я ищу такие варианты, чтобы, допустим, мне безрисково зайти куда-то и заработать. Я не привык, как бы, быть каким-то, знаете, таким, ну, скажем, человеком, который верит во что-то там, что оно пойдет, оно пойдет, то есть мне нужны аргументы, понимаете, а уже на рынке слишком долго, и я хочу быть в этом рынке уверен. Допустим, сейчас я в российском рынке не уверен, что он пойдет наверх. Я также не уверен, что американский рынок пойдет наверх, поэтому я сейчас, как бы, нахожусь немножко на распутье и жду начала этой коррекции. Как мне сказал один мой знакомый, имя его не буду называть, о коррекции, что он не сумел подойти к пику той коррекции, которая была в 2008-2009 году, во всеоружии, потому что акции можно было купить фактически по бросовым ценам, когда они стоили там пятую, десятую часть от своей реальной истории. То есть, если тогда зайти, что большинство инвесторов крупных в Америке изделало в 2008-2009 году, они обеспечили свою безбедную старость вот этим кризисом. Поэтому, как говорит Уоррен Баффет, когда льется кровь, то нужно покупать. Когда все продают, нужно покупать. Но о России этого я сказать не могу. Я понимаю, что все продают, но покупать еще немножко рано, поскольку, как бы, мировая изоляция. Как-то, я не знаю, кто будет покупать российские товары, кроме самих россиян. Допустим, экспорт, как бы, кроме сырьевого, никакого нет. Поэтому я, как бы, в этом был бы пока осторожен. Понял вас. Спасибо. Вопрос. Где будете проводить пенсию? В России, в Украине или Америке? А пенсию бы я хотел провести где-то в Европе, понимаете? Поскольку Америка, это, знаете, хороша с точки зрения медицинского страхования, с точки зрения обеспечения пожилых людей. Вот мои родители, которым уже, дай бог им, еще достали дожить по 84 года моим родителям, вот они живут в Нью-Йорке, и они всем обеспечены. И, как бы, у меня за них, ну, я полностью за них спокоен с точки зрения медицины, понимаете? Мне бы хотелось тоже для себя такого спокойствия, чтобы я знал, что, понимаете, я буду обеспечен всем, что захочу там пообедать, а буду там за доллар смогу пойти пообедать, все лекарства тоже есть. То есть Америка в этом отношении хороша, но скучна. А Европа, она, как бы, имеет, ну, несет в себе какие-то культурные ценности, имеет, как бы, тоже своего рода обеспечение. Но американцев, я думаю, Европа обеспечивать не будет, поэтому нужно заработать достаточно денег, чтобы уже самому себя в Европе обеспечить. Ну, а Европа все-таки это куда? Италия? А Италия мне очень нравится, мне нравится Испания, мне очень нравится Прага. А Европа, она разнообразная, причем, что мне нравится в Европе, находясь там, можно спокойно сесть там на поезд или сесть на автобус или в свою машину и поехать в соседнюю страну на выходные, чтобы посмотреть, что там, зависит от того, что тебе интересно. Понятно. Такой вопрос по ЖКХ американскому. Как серьезно развить в Америке, на американском рынке, отрасль ЖКХ? А что это значит, жилищно-коммунальное хозяйство как развито? Ну, развито достаточно хорошо, потому что все платят рыночную стоимость, нету проблем, тысяч человек не заплатят, его сразу же отключат, народ американский законопослушный, все платят эти тарифы. Но что меня недавно ужаснуло, что в Украине, допустим, в отопление заложены такие режимы, как в Якутии. Знаете, что, допустим, в Украине используется столько газа на отопление, сколько в Якутии при средней зимней температуре, которая там 40-50 градусов. То есть в Украине применяется такое. То есть тут воруют, я думаю, и в России, и в Украине на ЖКХ. Это как бы то место, где можно очень много украсть, поскольку много неучтенки, много труб старых, которые покупаются как новые. То есть Россия и Украина далеко, конечно, до эффективности американского и европейского ЖКХ, где о том, чтобы украсть, ну ни у кого даже не поднимется рука. А у нас же в наших странах, как говорится, еще с Советского Союза было заложено, как все было, как делалось по старинке, так и делается. Я понял вас, Саймон. Я с возмущением отрицаю ваши слова. Новая Россия, все по-другому. У нас вообще не воруют, поэтому, так сказать, категорически с вами не согласен. Ну дай бог, чтобы так. Если так оно есть, то я только двумя руками за, поскольку я как бы являюсь правдолюбцем двумя руками. И мне очень не нравится, когда вот такие вещи происходят сейчас. Я уверен, что сейчас все наши слушатели передачи, сейчас все напишут, что да, да, воровства нет. Последний раз был в 89-м году и так далее, и так далее. Сейчас мы увидим все эти комментарии. Но вот Игорь Икарбюшев поправляет, что не в плане, он не в этом плане спросил, он спросил в плане акций этих компаний, жилищно-коммунального сектора, вот этих обслуживающих компаний. Ну эти компании, то есть это называется так называемые utilities компании. Это сектор utilities. Компании, которые поставляют воду, которые доставляют электричество, которые поставляют газ. Это все компании, которые достаточно стабильные, которые платят где-то порядка 5-6% дивиденды. Это компании, которые даже в падающем рынке не проседают сильно. Но, допустим, какой инвестор захочет, допустим, получить даже гарантированный доход в 5-6%? Это маловато. Поэтому utilities компании инвестируют как какую-то часть своего портфеля. Допустим, незначительная часть портфеля инвестируется туда. То есть это называется counter-cyclicals, то акции. То есть они идут против цикла. Допустим, у нас есть акции, которые при падении рынка падают. То есть это акции, которые связаны с потреблением. Они все падают. А, допустим, такие акции, как вот связанные с ЖКХ, им зачем падают? Все равно люди плохая экономика, хорошая экономика. Они все равно продолжают платить за свои использования газа, электричества. Поэтому эти компании не падают. Они как бы являются такой инвестицией при, допустим, падающем рынке. И являются привлекательной инвестицией. Я понял вас. Ясненько. Спасибо большое, Саймон. Ну что, давайте тогда завершим.